всем привет дорогие мои друзья вот такая вот монетка у меня сегодня на обзоре там или как это называется это вот они поговорить такой вот изумрудно-зеленый патине медная 2 копейки колыванская монета так называемая вот к м по реверсу ниже надписи номинала две буквы к м колыванская монета так называемый сузунский монетный двор вот 1820 год минсмейстер а.д. александр дейхман в 1820 году медные две копейки чеканились на двух монетных дворах екатеринбургском монета более массовая и на сузунском вот представленная экземпляр на сузунском монетном дворе монеты менее частые их было начать чеканина в 1820 году всего лишь 250 тысяч относительно екатеринбургских я сейчас точную цифру привести не могу к сожалению ну знаю что где-то в раза в два их меньше вот диаметр монеты 30 миллиметров масса 1365 грамма в идеале это понятное дело что сложно представить себе что монета в возрасте двухсот лет в зеленой патине медная будет иметь установленный так скажем нормативами вес вот что еще сказать то ну тут вот на гербе орел это самое по аверсу имеет три короны сохран здесь конечно не юнси некоторые детали просматриваются в частности от в середине герба на теле орла герб москвы окруженный орденом андрея первозванного вот по цене что по цене ну что по цене но это монета понятное дело что много то не стоит тут мой экземпляр конкретно но вообще в средняя цена если брать среднем цены всех состояний так скажем которые были проходы на аукционах последнее время частности в пределах 500 рублей если уже брать по грейдом даже как сказать это не грейдом в общем по шкале по шелдону состояние фай 90 100 рублей в эре фай 200 примерно 200 рублей x фай именно к м колыванская медь сузунский монет и двор но x фай ну ну грубо говоря 1000 рублей за монетку состояние ансер кулей тот если уж кому-то вдруг повезет увидеть конечно очень было бы интересно не не по картинкам посмотреть а хотя поддержать руках очень люблю честно говоря вот обожаю просто медные монеты с штемпельным блеском какими-то там остатком блеска это ну мягкий металл сами понимаете что это очень интересно если видишь какой-то даже советскую медь ранние советы штемпельном состоянии это она и стоит денег безумных понятное дело что не безумных но больших денег так скажем состояние циркуле этот про близко к конциркуле это там как я говорю x фай плюс ну порядка там трех тысяч рублей где-то вот так стоит монетка ну что по моей конкретно сказать сильно зеленая патина зеленую патину некоторые воспринимают спокойно некоторые терпеть не могут потому что это как так называемая бронзовая патина то есть это разрушитель медной монеты но я ее ничего не чистил вот она какая не попала в руки лет так 15 назад так она лежит я не в холдер не капсулу не ложил она лежит просто относительно неплохих условиях так скажем температурных и влажности ну и все я не гоняюсь там как бы цель не ставил там чтобы собрать там монеты определенного там номинала либо периодок я уже неоднократно говорил ну есть и есть когда правил александр первый в этот период вот когда эта монетка была чеканена 1820 год время так скажем уже наполеоновских побед прошло россия ждала реформы а их не было наследника не было у императора константин развелся с законной супругой брат его то есть следующий по престолу наследию николай намечался на престол который потом и стал николаем первым помню в этом году беленсгаузен с лазарем открыли антарктиду что интересно так из таких вот культурных так скажем событий пушкин написал руслан и людмилу а где-то вдали от цивилизации наполеон доживал свои последние годы он по моему если я не ошибаюсь 1821 году он вот или 22 по моему 21 номер вот так что на пороге big декабристских событий россия жила 1820 году вот 200 лет монетки какая пона не было ну извините 200 лет как-никак ребят рельеф неплохой скажу вам хотя патина это зеленая конечно на я не знаю кто то любит кто мне как бы я люблю штемпельные монеты вот это мое мое так скажем страсть наверно в нумизматике штемпельные медные монеты у меня их не так много и как бы они денег стоят и вкладываться нужно это понятное дело что кто любит то что тот и собирает кому интересно вот так спасибо за просмотр как говорится кто собирает что-то ищите как вы бы обрящете всем добра вот надеюсь что не не настолько нудно что прям совсем не интересно стараюсь что-то как-то рассказывать пока очень люблю монеты медные тут еще раз говорю что интересная тема достаточно частая монета две копейки александра первого наверное многих есть может даже в хорошем состоянии может в отличном ладно всем добра смотрите видосы собирайте монеты всего доброго всем до свидания